На днях успешно завершился 20-й Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая. Он наметил ориентиры всестороннего построения модернизированного социалистического государства и всестороннего продвижения великого возрождения китайской нации посредством китайской модернизации. Открыл новые возможности для развития всех стран, в том числе Узбекистана. Китай готов вместе с Узбекистаном всесторонне реализовывать договоренности глав двух государств, сообща формировать сообщество единой судьбы и придать новый импульс развитию и процветанию двух стран, внести позитивную энергию в поддержание мира и стабильности в Центральной Азии и во всем мире. За последние три десятилетия, короткий по меркам истории период, благодаря совместным усилиям наших стран удалось изложить прочный фундамент двустороннего сотрудничества, основанного на принципах равноправия, взаимного уважения и обоюдного учета интересов. Узбекско-китайское сотрудничество сегодня развивается на уровне всестороннего стратегического партнерства. Практическое взаимодействие охватывает все сферы и направления. За три десятилетия двусторонний товарооборот вырос в 140 раз, а объем китайских инвестиций в экономику Узбекистана с 2017 года увеличился в пять раз. В этом году также отмечают 31-ю годовщину независимости Узбекистана. Как отметил Арзиев, страна твердо придерживается принципов демократического развития и открытости. За последние годы объем иностранных инвестиций в Узбекистан увеличился в 3,5 раза. Для граждан свыше 150 зарубежных стран ввезен безвизовый и упрощенный режим въезда в страну. По словам дипломата, Ташкент нацелен на ускорение темпов роста в рамках стратегии развития нового Узбекистана на период до 2026 года. Редактор субтитров А.Семкин